День социального работника был учрежден указом президента России в 2000 году. С тех пор представители социальной сферы в свой профессиональный праздник получают заслуженные слова благодарности и награды за нелегкий труд. Соцработники изо дня в день помогают своим подопечным. Кто-то в быту, другие защищают интересы инвалидов, малоимущих, многодетных и одиноких престарелых людей. Но самое главное, они всегда рядом в трудных ситуациях, чтобы протянуть руку помощи, согреть душевным теплом, окружить вниманием и заботой. 22 года уже работаю. Смотрю за бабушками. Есть одинокие, даже есть родственники далеко, а они нуждаются. Они нуждаются в нас. Работа мне нравится. Идешь как на праздник бабушкам. Ждут тебя, радуются, звонят. Ты сегодня придешь, приду. Я считаю, что наша работа заключается так же, как и врач. К врачу идут со своими проблемами и так же к нам приходят они, чтобы пришли и ушли от нас удовлетворенными. Мы стараемся, помогаем и все, что можем. Соцработники помогают не только тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые проблемы. Они также незамедлительно реагируют на любые вызовы времени. Пандемия ударила по всему обществу в целом. В категорию незащищенных попали представители всех слоев населения. И всем им соцработники оказывали посильную помощь. Также от их оперативной и качественной работы напрямую зависит благополучие отдельных семей, родителей-одиночек. А это, в свою очередь, сказывается на демографии региона и качестве жизни в целом. От качества жизни, от уверенности человека в завтрашнем дне, что он не остается один со своей бедой, что бы с ним не случилось? От этого зависит, будут ли рожать наши женщины, сколько будут рожать. Как будут жить наши семьи, насколько они будут полноценными. Очень много этого зависит. А тренд хотелось бы переломить, чтобы у нас становилось все выше. И в республике пробовал люди, как отток демографический, который какое-то время мы наблюдаем. Я думаю, это все мы можем сделать. Но, опять же, делаем уверенность, которую вы даете людям. Также в своем вступительном слове Артем Сдунов сообщил об оказании дополнительной финансовой помощи республике из федерального бюджета для обеспечения первоочередных расходов. Так, бюджету Мордовии будут предоставлены дотации в размере более 5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обеспечение социально значимых расходов бюджета. Поддержка федерального центра гарантирует жителям республики не только оказание мер социальной поддержки, но и своевременную выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Кроме того, за счет дополнительной дотации будет погашена задолженность по налогам 15 учреждений здравоохранения и спорта на 83,3 миллиона рублей. Из-за должности по страховым взносам 20 учреждений культуры и дополнительного образования Саранска на 193 миллиона рублей. По отключению президента Российской Федерации мы будем наращивать уровень социальной гарантии, делать то, чтобы люди и семейные, и люди, которые остались одни, чувствовали защиту и поддержку государства. Конечно же, большое внимание будем уделять и образовательной сфере, потому что зачастую человеку надо помочь, как социальным контрактом, молодой человек сегодня четко сказал, зачастую надо действительно предоставить возможность дать не в теплую жизнь. Это поддержание, например, регламентария. Это касается развития бизнеса. Таких случаев, поверьте, немало. Дополнительный лидер региона отметил важную роль волонтерских организаций в обеспечении благополучия населения Мордовии. Всего на соцслужбе в регионе 13 трудятся 4 тысячи человек. Но, учитывая волонтеров, эта цифра увеличивается в разы. После поздравительного слова временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия сотрудникам соцсферы выручили заслуженные награды. Спеши мне делать добро. Зло сделать может каждый, а вот должно надо полить и ей, и не давать его дальше в обходу. Только тогда оно умножится, и тогда людей более счастливых становится больше. Уважаемые работники, ветераны, учреждения социально-защитных средств, мне очень приятно находиться сегодня в зале для того, чтобы разделить с вами эту радость. Также для виновников торжества в этот день был организован концерт. Марина Василевская, Владимир Надькин. Народные новости.